Всем добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжается серия прямых эфиров, посвященная приемной кампании в Казанский Федеральный Университет 2023 года. Проще говоря, КФУ Лайф. И сегодня у нас в гостях Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Николаевича Толстого. С вашего позволения, сразу же перейдем к спикерам, которые будут сегодня отвечать на ваши вопросы. Это декан Высшей школы зарубежной филологии и межкультурной коммуникации имени Будуэна Де Куртене Фануза Харисовна Тарасова. Захарисовна, доброго дня! Добрый день! А также доцент кафедры романа германской филологии Игорь Олегович Гурьянов. Добрый день! Тоже добрый день! Рады вас здесь видеть. Как обычно по традиции во время приемной кампании, как дела в самой комиссии? Какой ажиотаж? Что там сейчас происходит? 200 с полей? Какие? Ну, что хочется сказать. Да, конечно, сейчас в самом разгаре приемная комиссия и количество заявлений, подавших именно в Институт филологии и межкультурной коммуникации, очень огромное, я хочу сказать. Это немножко нас напрягает, это немножко нас пугает, потому что сегодня абитуриенты имеют право подавать в пяти направлениях и устанавливать свои приоритеты. Поэтому заявления, они у нас повторяются на нескольких направлениях. Но сегодня мы хотим рассказать о нашем институте в целом, а также о тех направлениях и профилях, которые предлагает наша высшая школа. Хочу сказать, что Институт филологии и межкультурной коммуникации – это один из крупнейших институтов Казанского федерального университета, и он находится в центре города Казани. То есть доступно для всех абитуриентов. И наше здание, оно построено в современном стиле, оборудовано техникой, которая позволяет вести нам занятия в интерактивном формате. Институт филологии и межкультурной коммуникации объединяет три высшие школы, 14 кафедр. Всего около 5000 студентов обучается в нашем институте. Из них 1500 – это иностранные студенты, поэтому для наших абитуриентов будет хорошая возможность для межкультурной коммуникации, межязыковой коммуникации и совершенствовать те иностранные языки, которые они выберут. Что касается высшей школы зарубежной филологии и межкультурной коммуникации, хочется сказать, что мы готовим специалистов в области иностранных языков – английского, немецкого, испанского, французского, китайского, а также не только языков, но и литератур. В последнее время почему-то ходит мнение, что падает востребованность иностранных языков. Я хочу сказать, что это неправда, что только знание иностранных языков может повысить ваши компетенции в межкультурной коммуникации, в любой профессии, дать вам возможность расти в той или иной области. И, конечно же, иностранные языки нужны для вашей успешной карьеры в будущем. Специалисты, которые обучаются в нашем институте, они могут работать в различных сферах. Это позволяет им создавать и продвигать проекты на иностранных языках вместе с IT-специалистами. Это переводчики различных текстов, художественных, технических текстов. Это учителя и преподаватели иностранных языков. Это специалисты в области межизыковой и межкультурной коммуникации. Одно из традиционных направлений – это филология. Мы знаем, что филология – это наука о языке, это наука о слове. И, как заметил немецкий философ Георг Клаус, кто владеет словом, тот владеет миром. И это совершенно правильно, потому что за четыре года на профиле зарубежной филологии, английский язык, литература и переводоведение мы даем возможность студентам совершенствовать язык до предела С1. Причём не только английский язык. На выбор наших студентов мы предлагаем немецкий или испанский язык. По окончании института они владеют им на уровне B2. Кроме английского языка в качестве первого языка, также мы предлагаем испанский язык. Он тоже очень востребован в последнее время. И пусть это не пугает наших абитуриентов, что они не сдавали ЕГЭ по испанскому языку. Мы принимаем на профиль испанский язык литературы переводоведения с результатами ЕГЭ по любому иностранному языку. И начинаем обучать его именно с нуля. Но благодаря нашим компетентным, высококвалифицированным специалистам уровень наших выпускников будет таким же, как и по основному английскому языку. Конечно, многих абитуриентов пугает, что не так много бюджетных мест у нас на зарубежной филологии. Всего шесть бюджетных мест. И желающих, вот мы уже проанализировали заявления наших абитуриентов, это абитуриенты в основном из различных регионов России, которые желают приехать в Казань, которые хотят обучаться в Казани именно на программе зарубежной филологии. Да, конечно, пугают те цены, которые... те суммы, которые нужно платить за эту программу. Но сегодня я хотела бы несколько слов сказать об образовательном кредите, который предлагает Сбербанк. Это очень выгодный кредит под 3% годовых. Остальную сумму, все проценты доплачивает государство за этот образовательный кредит. И погашать кредит выпускник может в течение 15 лет после окончания вуза. Еще раз говорю, это очень выгодно для тех студентов, которые, возможно, не доберут проходные баллы для бюджетной формы обучения. Но более подробно о зарубежной филологии чуть позже расскажет Игорь Олегович. Он как раз является одним из ведущих специалистов на кафедре романа германской филологии. Также мне хотелось бы несколько слов сказать об одном из самых популярных направлений. Это педагогическое образование. Вроде как бы никто не хочет стать педагогом, но востребованность этой профессии, она остается из года в год. И если я не ошибаюсь, уже более 600 заявлений подано на данное направление. И один из самых востребованных профилей – это педагогическое образование с двумя профилями – английский плюс второй иностранный язык. В качестве второго иностранного языка мы предлагаем немецкий, испанский, французский, китайские языки, а также при желании, при наборе группы это могут быть и корейские языки. На данный профиль у нас 20 бюджетных мест. И при наборе групп в количестве от 20 до 30 у нас обычно группы набираются. Каждая группа делится на подгруппы. И по желанию студентов они выбирают второй иностранный язык. Это преподаватели, это учителя иностранных языков в школах. Это, кроме этого, и экскурсоводы, владеющие иностранными языками, и госслужащие, которые владеют не только иностранными языками, но так и они являются специалистами в области педагогики и психологии. Следующий профиль – это иностранный язык. Это четырехлетнее обучение с одним языком, который указывается в дипломе. Это немецкий, французский, английский или китайский языки. То есть в зависимости, опять-таки, от наполняемости групп. В качестве второго языка также предлагается английский язык. Эта программа востребована тем, что наши студенты могут изучить иностранный язык именно в течение четырех лет. И в последнее время среди наших абитуриентов востребована заочная форма обучения. Она пятилетняя, английский язык. Заочная форма обучения предполагает знание только одного иностранного языка. Это английский язык. Но, несмотря на это, на эту программу идут уже выпускники колледжей. Идут те люди, которые хотят совмещать именно обучение в ВУЗе, получить высшее образование и одновременно работать, оплачивать свое обучение и получить квалификацию учителя английского языка. Это наши основные профили, которые непосредственно связаны с иностранными языками. Я думаю, что сейчас я передам слово Игорю Олеговичу, и чуть позже еще несколько слов скажу о программах магистратуры, на которые в данный момент также идет подача заявлений. Пожалуйста, Игорь Олегович. Ну что же, всем добрый день или вечер, смотря кто у нас смотрит какие регионы. Пару слов про зарубежную филологию. Вообще часто филология почему-то в последнее время имеет такой негативный оттенок, что после филолога ты пойдешь максимум работать куда-нибудь в общий ПИД, ну или каким-нибудь, не знаю, копирайтером, а может быть и доставщиком. Естественно, все зависит от того, как вы будете учиться. Ну, это можно сказать с любой профессией. Так, если вы действительно вкладываетесь в свою профессию, то она перед вами раскрывается, и вы становитесь по-настоящему серьезным специалистом. Филология традиционно делится на два направления. Это изучение литературы, изучение текстов художественных, и это изучение языка, то есть лингвистика. И как раз недаром наша школа носит название имени Ивана Александровича Будуэнда Куртене, который является основоположником Казанской лингвистической школы, которая занимает действительно серьезные позиции, и достаточно значительное количество открытий в области лингвистики, в частности фонетики, фонологии, было сделано здесь, в стенах нашего любимого Казанского университета. Тогда он был императорским. Это примерно XIX век. И в целом до сих пор ученые со всего мира, когда мы встречаемся на конференциях, если они слышали про Казанский университет, конечно, Казанская лингвистическая школа сразу всплывает в разговорах. Чем же занимаются наши студенты? За эти четыре года вы будете совершенствовать свои навыки по, я бы сказал, трём основным направлениям. Это ваш английский язык. Ну, Захарисович уже сказал, что уровень C1 – это, ну, скажем так, такой минимум, да, потому что есть и уровень C2, и многие наши студенты – это уже практически уровень носителей языка. Они действительно приходят в конце своего обучения к этому уровню. И по-настоящему прочувствовать язык можно только изучая литературу, которая написана на этом языке. И здесь, опять же, вы получаете очень большое преимущество по сравнению с некоторыми другими программами, которые предлагают вам только глубокое знание языка. Потому что в любой момент изучения языка вы приходите к такому уровню, когда вы начинаете разговаривать с носителями языка, вы начинаете разговаривать на какие-то очень абстрактные темы. То есть, естественно, вы начинаете использовать какие-то сленговые выражения либо фразеологию. И вот на фразеологии как раз начинается самая большая проблема, потому что начинается вопрос, а почему это выражение имеет в себе такую вот метафору, да? И не зная этих метафор, вы, естественно, не сможете дешифровать, да, значение этой единицы и не можете попасть в очень неловкую ситуацию. Ну и, соответственно, мы этим занимаемся, потому что в течение вот этого четырехлетнего цикла вы изучите всю историю зарубежной литературы от древних веков, от античной литературы и до современной уже литературы 21 века. К сожалению, у нас нет коллег с кафедры зарубежной литературы, которые вплотную занимаются этим вопросом, но я могу сказать так, что любовь к чтению, которая сейчас у многих людей, ну, можно сказать, отсутствует, она вам прививается в течение этих четырех лет, потому что вы начинаете читать произведения не как простой читатель, да, есть даже в теории литературы такое понятие, как обычное, да, чтение обывательское, а есть уже профессиональное чтение, когда вы слой за слоем начинаете деконструировать текст и начинаете отвечать на самый сокровенный вопрос, который очень многие не любят, а что же хотел сказать автор? Естественно, мы уже об этом не узнаем, по крайней мере, в большинстве процентов 80, да, потому что авторов уже нет с нами, но тем не менее вы можете интерпретировать тексты уже как профессионал и основываясь на определенной очень солидной базе знаний, которой вы будете обладать. Ну и, естественно, многие наши студенты, они начинают свои творческие эксперименты, изучая литературу. То есть у нас есть значительное количество ребят, которые пишут и не только фанфики по Гарри Поттеру, как это сейчас модно, я даже не знаю, может быть, уже и не по Гарри Поттеру сейчас фанфики, да, по аниме. Многие ребята начинают заниматься уже культурологией и уходят больше даже в смежные специальности. Это и театроведение, это и изучение исследования культуры. Многие начинают работать уже, сотрудничать с музеями различными. Есть даже некоторые ребята, которые начинают организовать выставки, например. И это что касается литературы ведения. Что касается лингвистики, здесь все не так возвышено, да, здесь мы начинаем препарировать язык самых-самых базовых понятий. То есть у вас будет достаточно серьезный курс практической грамматики английского языка, либо испанского языка, если вы выберете его в качестве основного. Потому что грамматика – это скелет, это фундамент. Можно знать много слов, но можно не понимать, как их образовывать в предложении. Как раз грамматика этим занимается. Потом вы будете проходить теоретическую грамматику, и здесь уже вы будете выходить на академический уровень как владением языка, так и пониманием общих тектонических процессов, которые происходят в языке. Потому что если мы возьмем, опять же, прекрасный курс истории английского языка, и вы начнете изучать древний английский язык, да, то вы увидите, что он практически не отличается от современного немецкого. Но из-за, опять же, исторических, культурных условий английский язык очень сильно поменялся. Но об этом, обо всем вы тоже будете узнавать в истории страны изучаемого языка. И также на лингво-страноведении, лингво-культурологии. Это очень интересный предмет, и вы можете так в прекрасной какой-нибудь компании просто щегольнуть знаниями истории и знаниями истории языка. Это всегда очень серьезный эффект производит на людей. Ну и также, как лингвисты, вы будете заниматься фонетикой. Мы стараемся довести произношение наших ребят до хорошего качественного уровня, чтобы они разбирались, опять же, и в диалектах, и разбирались в акцентах. Это тоже очень важный и серьезный элемент и коммуникации, и знания языка. Также вы будете заниматься лексикологией, фразеологией, потому что практически вся научная деятельность нашей школы, научной, она направлена на фразеологию. Но помимо фразеологии мы еще и занимаемся сейчас новым направлением медиа-исследованиями. Но об этом можно будет поговорить, когда мы будем презентовать наши магистрские программы. Ну и третье направление — это второй иностранный язык. Да, здесь будет чуть меньше теоретических курсов, но вы будете изучать язык с нуля. Это будет либо испанский, либо немецкий. И, естественно, вы будете так или иначе проводить параллели с основным языком, с английским языком. А там, поверьте мне, есть чем заняться и есть, что еще исследовать. Поэтому наша программа, она очень сбалансирована, она очень гармонична. И да, сейчас многие люди говорят, что не надо нас воспитывать, не надо делать это специально. Но так или иначе, чем больше вы узнаете, чем больше вы погружаетесь в язык, чем больше вы погружаетесь в литературу, это все равно меняет вас. Это делает вас более духовно богатыми. Вы начинаете писать более грамотно и более интересно, более витиевато. Ну и, естественно, вы генерируете просто тонны шуток. Особенно, когда вы приходите ко мне на третьем курсе на предмет теории перевода. А я обожаю заниматься переводом. И там, конечно, просто иногда некоторые перлы, они промт-переводчик отдыхает. Если кто-то еще помнит такую программу, это первая автоматизированная программа перевода. Она переводила все слишком буквально. И иногда ребята тоже, когда только-только начинают заниматься переводом, слишком буквально воспринимают перевод. Ну, в целом, это вот такой краткий... Я могу говорить об этом часами, но не буду отнимать ваше время. Я думаю, что лучше приходите к нам в гости. Даже если вы поставите на другую специальность, приходите к нам на пары. Мы всегда будем рады. А вдруг вы к нам и переведетесь потом? Ну вот так коротенечко. Филологи коротко не могут говорить, поэтому... Давайте по магистратуре что-то говорить. Высшая школа зарубежной филологии и межкультурной коммуникации также предлагает программы по магистратуре. Это иностранные языки в сфере профессиональной коммуникации. Это у нас направление педобразования. Текстовая аналитика в образовании и науке. Очная также программа. Мультилингвальные технологии раннего развития детей. Это заочная программа. Романо-германская филология заочная. И лингвистика медиапространства, о которой как раз говорил Игорь Олегович. Она тоже у нас заочная. Хочу сказать, что на каждой магистратуру имеется достаточное количество бюджетных мест. И очень часто задают вопрос, мы закончили бакалавриат, а для чего же тогда нам идти в магистратуру, если уже мы владеем языками и знаем достаточно хорошо азы филологии. Ну, хочется сказать, что после бакалавриата некоторые студенты желают уйти в одно из направлений. Вот даже если взять текстовую аналитику, она у нас программа, которую руководит профессор Солнышкина, она как раз направлена на именно изучение сложности текста учебников, которыми пользуются в настоящее время в средних общеобразовательных школах. То есть определяется уровень того или иного текста, насколько он соответствует тому или иному возрасту. И здесь уже каждый выпускник бакалавриата может найти свое место и будущую свою карьеру. Кроме этого, очень хорошо сочетается направление педобразования и филологии. Тот, кто закончил филологию, смело может пойти по направлению педобразования и получить дополнительные компетенции. Первый раз, впервые в этом году набираем мы на заочную программу, это у нас лингвистика медиапространства, руководителем этой программы является Игорь Олегович. Игорь Олегович, несколько слов о данной программе. Расскажу несколько слов об этой программе. Она родилась, наверное, в ходе уже длительного такого размышления о том, куда еще можно применить знания филолога. И как разработать программу, которая бы отвечала на запросы современного информационного общества. Ну, к чему же мы с коллегами пришли? Мы с коллегами пришли к тому, что выпускник того же самого филфака, например, зарубежной филологии, несмотря на то, что достаточно большая часть учебного плана посвящена русскому языку, все же немножко начинает забывать русский язык и именно профессиональное владение русским языком. Соответственно, мы решили так, что половина нашей программы будет отдана нашим коллегам с кафедры прикладной экспериментальной лингвистики, которые занимаются очень плотно исследованиями в рамках русского языка. И, соответственно, они будут предлагать вам следующие программы, следующие учебные дисциплины. Это лингвистическая экспертиза текста. Вообще, это очень серьезный предмет, который позволит вам стать действительно экспертами в оценке текста о том, для чего был написан этот текст, с какими интенциями он был написан, и насколько он сочетается с Уголовным или Гражданским кодексом Российской Федерации. И действительно, значительное количество и спецслужб имеют в штате своем таких лингвистических экспертов, которые работают и по делам об экстремизме, и по делам о призыве к какой-либо ненависти и так далее. Это очень серьезное направление, которое, как мне кажется, незаслуженно забыто как-то во многих программах. Но надеюсь, что здесь мы вам дадим, опять же, азы этого направления. Если вы захотите дальше развиваться, то, соответственно, у нас есть преподаватели, которые с удовольствием вас поддержат и дадут все необходимые знания и контакты. Также вы будете изучать копирайтинг на двух языках, потому что вторая часть программы, она отдана английскому языку. Мы с вами будем работать над тем, как вести социальные сети и как масштабировать текст под ту или иную социальную сеть. Потому что то, что прекрасно заходит в Телеграме, не очень хорошо может зайти в том же самом ВКонтакте. Мы будем с вами разговаривать о разных типах текстов, о креализованных текстах, это текст плюс картинка, и как сделать так, чтобы они с первых слов, с первых фраз зацепили внимание читателей. Потому что мы сейчас знаем, что настолько перенасыщен рынок информации, что если вы не зацепили в 10 секунд внимание зрителя, внимание читателя, то, скорее всего, ваш текст, он и не будет, не выйдет в топ, и не пройдет различные алгоритмы. Ну и также, естественно, будет достаточно серьезная поддержка и ваших языковых компетенций, это английский язык, так как на выходе мы ожидаем, что вы будете способны работать и с русскоязычным населением, но также и с англоязычными, и с различными странами. Потому что, несмотря на текущую ситуацию, значительное количество компаний остались на нашем рынке, естественно, им нужны специалисты и по продвижению, по СММ, и также необходимые люди, которые хорошо умеют писать тексты на двух языках. Также различные госучреждения всегда с удовольствием берут выпускников филфаков, потому что они грамотно пишут, грамотно и четко излагают мысли и могут написать текст абсолютно различной направленности. Также мы будем работать над тем, чтобы вы стали хорошими спичрайтерами, которые понимали не только, как написать текст, но и как сделать так, чтобы этот текст возымел определенное влияние на аудиторию. Спичрайтинг – это тоже очень серьезное и интересное дело. Ну и также мы с вами будем рассматривать теорию и практику публичной речи, будем ставить вам правильное произношение, будем ставить вам правильные интонации, ну и сделаем из вас специалистов, которые будут чувствовать себя в современном медиапространстве достаточно уверенно и смогут найти свое место в жизни, ну либо развить свой собственный блок. Потому что одна из частей, которую мы уже для вас приготовили, это будет такая практика, когда вам нужно будет сделать свой собственный блок и начать его продвигать. А потом мы будем с вами вместе смотреть, что можно поправить, как можно увеличить охват и так далее. В целом, вкратце, это такая вот программа, которая вас ожидает. Я хочу еще добавить, что именно в магистратуре мы воспитываем наших будущих молодых ученых и преподавателей нашего института. Потому что после окончания магистратуры они имеют возможность поступить в аспирантуру. А у нас есть несколько направлений по аспирантуре. Это языковые, это литературоведческие. И обычно программа, магистрской программой руководит один из ведущих профессоров, таких как Десмелова Ольга Олеговна. Она же является и председателем диссертационного совета. Поэтому магистратура – это очень хорошая ступень для получения научных знаний в той или иной области. Спасибо. Что ж, большое спасибо за столь подробный рассказ. У нас были заготовлены вопросы, но на них уже прозвучали ответы. Парочку осталось, я их озвучу. Чем помимо учебы и науки можно заниматься в институте? На этот вопрос, наверное, отвечу я. Хочу сказать, что жизнь наших студентов интересная, она разнообразная. Но, во-первых, это научная деятельность. Большинство наших студентов являются членами научных студенческих кружков. У нас при высшей школе шесть научных студенческих кружков, и они позволяют нашим студентам участвовать в различных грантах. Они у нас занимают призовые места в конкурсах. И уже каждый из них определяется в дальнейшем по жизни, каким конкретно делом он будет заниматься. В этом году был очень интересный конкурс на студенческие гранты, где уже студенты готовили проекты для своего будущего бизнеса. Кроме этого, это творческие коллективы, танцевальные, вокальные. И, конечно же, хочется сказать и о студенческом совете, который объединяет около 200-300 студентов, которые занимаются волонтерской деятельностью, занимаются редакционной деятельностью, готовят всевозможные выступления, проекты студенческие. То есть жизнь у нас очень интересная. Следующий вопрос звучит как начало рекламы. Реально ли выучить иностранный язык за 4 года? Ну, давайте отвечу так. Ничего невозможного нет. Как очень модная сейчас цитата, да, просто на невозможное уходит больше времени. Если говорить о нашей программе, о наших программах и о вторых иностранных языках, которые вы будете учить с нуля, то да, можно выучить язык за 4 года, но это не значит, что на этом нужно останавливаться. Потому что мы вам все-таки будем давать определенную такую вот хороший фундамент, на котором вы уже будете строить свой собственный языковой профиль, свой собственный языковой портрет. Потому что изучение языка – это, по сути, процесс, в который вы один раз заходите, и вы больше из него никогда не выходите. На своем примере могу сказать, что я почитал, я примерно 25 лет уже занимаюсь английским языком. И из них 15 лет я занимаюсь этим всем профессионально. И до сих пор могу сказать, что каждый день практически я потребляю информацию на иностранном языке. Либо читаю, либо я слушаю подкасты, либо смотрю фильмы на английском. И без этой подпитки я чувствую прямо, что за время летних каникул мой английский действительно немножко-немножко начинает просаживаться. Поэтому язык – это скорее уже такое состояние души, это образ жизни. Был такой император, Карл Великий, насколько я помню. И он сказал, что если ты знаешь второй язык, значит, у тебя отрастает вторая душа. И я думаю, что мы вас примерно вот за эти 4 года доводим до состояния, что у вас начинает проклевываться вот эта душа, да, ваша новая языковая личность. А потом вы уже ее достраиваете сами. И для этого есть достаточно большое количество и различных международных контактов, которые у нас до сих пор сохранились, в частности, и с дружественными странами. И также у нас вот сейчас в данный момент проходит такой проект, как «Летний университет». К нам со всего ближнего и дальше у него зарубежья приехали ребята абсолютно из различных стран. И многие из них очень плохо говорят по-русски. Они приехали учить русский. Соответственно, вы можете прекрасно использовать свой второй иностранный язык. Например, у нас много ребят из Колумбии. И, естественно, наши студенты с ними разговаривают на испанском языке, что, естественно, является прекрасной практикой. И я надеюсь, что таких проектов будет все больше. И вы будете также вовлечены в эти проекты. Ну и помимо всего прочего, мы всегда поддерживаем инициативу наших студентов. Многие ребята организовывают и киноклубы, и языковые клубы, так как у нас есть преподаватели-носители иностранных языков. В частности, у нас практически каждый год есть носители испанского языка. Также у нас есть носители, насколько я помню, сейчас французского языка, да, преподаватели из нашей высшей школы, прекрасно организовывают клубы, общаются, делятся мнениями, смотрят фильмы и всячески проводят время вместе. Поэтому самое главное, наверное, что я хотел бы вам пожелать, это не стесняться обращаться к преподавателям, как бы мы замученные иногда не выглядели, особенно в конце семестра, когда нам нужно принимать экзамены, зачеты, да, или слушать курсовые работы. Мы всегда вам подскажем, всегда поможем, пойдем навстречу и постараемся вашу инициативу развить, да, помочь вам с этой инициативой и чтобы она обрела какой-то уже, да, выхлоп. Это либо клуб, либо студенческий научный кружок, почему нет, либо просто даже подсказать, какую книжку почитать, с кем из профессоров поговорить, чтобы вам было максимально комфортно и интересно учиться. Но не забывайте, что мы вам даем возможности, а работать придется вам. Мы уже свой этап прошли, работы и изучение. Есть такой лайфхак, например, первая душа русская устала, английская, как бы она отдыхала и вместо того, чтобы здрастить, подойти, hello. Могу рассказать, опять же, да, небольшую байку. Один раз я работал переводчиком на выборах, к нам приезжали наблюдатели из ОБСЕ, мы примерно 16 часов колесили по близлежащим деревням и проверяли, как работает электронное голосование. И могу сказать, что уже где-то к 12-му часу перевода у меня получалось так, что я переводил, говорил по-английски с русскоговорящими людьми и с англоговорящими говорил по-русски. Поэтому, естественно, такое бывает, но именно мы учим, и я вас лично буду учить синхронному переводу и последовательному переводу, вы иногда тоже будете заговариваться, иногда тоже будете, у вас души будут так друг друга подменять, но в конце концов вы все-таки научитесь переключаться, научитесь переключаться. Выбора у вас не будет, иначе за счет не поставлю. Я бы хотел бы посмотреть на эту ситуацию, где наблюдателям ОБСЕ говорят, что это по-русски, а они на тебя вот такими пешками смотрят, и им чисто русским. Что ты не понял? Что тебе повторить? Примерно так оно и было. Но мы этот казус аккуратно решили. Заключительный вопрос. Когда заканчиваются сроки подачи документов в магистратуру? Ну и бакалавр давайте тоже зацепим. Все понятно. Если я не ошибаюсь, то у нас прием документов до 25 июля. 4 числа уже выходит приказ о зачислении. А в магистратуру за день до вступительного экзамена. То есть каждый, да, претенденты могут сдать свои документы и завершить уже подачу за день до вступительного экзамена. В основном магистратуру это устное собеседование на иностранном языке. Хорошо, что ж, все вопросы подошли к концу. Большое спасибо, что смогли на них ответить. Как всегда, с интересными байками, с интересными примерами. Пожелание абитуриентам на столь короткий промежуток времени, который у них остался до выхода приказов. Совсем немного осталось, меньше месяца. Да, да. Ну, что хочется сказать. Дорогие абитуриенты, вы прошли очень трудный путь. Достойно сдали единые государственные экзамены. Мы хотим, чтобы вы сделали правильный выбор, чтобы в дальнейшем ваша будущая профессия, ваша будущая работа приносила вам только удовольствие. Как нам, Сыгаре Леговичем. Да. Ну, от себя я хотел бы добавить, что вы сейчас приходите уже к такой фазе, к такой стадии, когда вы начинаете так аккуратненько-аккуратненько отдергивать занавеску во взрослую жизнь. И вам приходится делать первые взрослые шаги в этой жизни, принимать серьезные решения. Но все-таки университет – это такая классная структура, которая позволяет вам уже быть полностью взрослыми, учиться. Вы можете уже начать работать, вы можете уже начать открывать и знакомиться с самими собой. И какой бы выбор вы ни сделали, для вас вот в данный момент он будет правильным. Но классно в университете, что вы можете сделать небольшую паузу, вы можете посмотреть, нравится вам то, чем вы занимаетесь, или не нравится, и принять еще раз правильное для вас решение. Но самое главное – ничего не бойтесь, потому что перед вами еще огромная жизнь. Университет предоставляет большое количество возможностей раскрыть вас с разных сторон. как ученого, как организатора мероприятий, как активиста, как хорошего прилежного студента, и как волонтера. Поэтому присоединяйтесь к нам, наш институт, он, я бы сказал, самый душевный. Потому что люди, которые постоянно работают с языком, они так или иначе еще и работают с вашей психикой, они работают с вашей душой, и делают вас только прекраснее. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы вам было хорошо, комфортно, приятно входить вот в эту взрослую жизнь. А у вас все получится, а мы вам поможем. Обеими душами будем помогать. Можно еще третью пойти, четвертую, пятую. Большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Успехов приемной кампании, не только абитуриентам, но и вам. Спасибо. Спасибо. Лукафулаев для Института филологии и межкультурной коммуникации. Увидимся с вами совсем скоро. Эфиров осталось не так много, так что подключайтесь обязательно и задавайте свои вопросы. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова